Любимый, наверное, рецепт нашей семьи это грибная икра. Ее можно готовить как и на каждый день, так и заготавливать на зиму. Но сегодня мы сделаем грибную икру, которую можно подавать к столу каждый день и к праздничному столу тоже. Для приготовления нам понадобятся грибочки. На сегодня будет грибная икра сорти два вида. Это красноголовики и маслята, морковка, лук. И для украшения зелень, и для приготовления, естественно, понадобятся нам разные специи. Грибы отварены уже заранее, потом режем на мелкие кусочки. Маслята мы тоже режем кубиками, чтобы быстрее потушились. Я всегда их проварю и как минимум варить на 20 минут. Потому что, чтобы хорошо они прокипятились, надо, чтобы минут 20 они варились. Потом промывать. Три раза я их промываю. После этого можно их уже дальше или мариновать, или готовить с них икру. Вот сейчас мы разогреваем сковородку, подсолнечное масло. Немножко подсолнечного масла, потому что все равно сейчас грибы пустят сок свой естественный, и будет много сока. Обжариваем грибы вместе и красноголовики, и маслята. Когда грибы начинают вот уже жариться, их необходимо постоянно помешивать. Это для того, чтобы они не пристали к сковородке и равномерно со всех сторон поджаривались. Пока у нас грибочки жарятся, мы будем пассировать, резать лук для того, чтобы его в дальнейшем пропассировать на сковородке. Лука надо вот из расчета на килограмм грибов где-то 100 грамм лука. Я думаю, что нам на сегодняшнее количество этих грибов необходимо где-то 3 луковицы пожарить, и будет достаточно. Но я хочу сказать, что лук никогда грибы не испортит, потому что грибы очень сочетаются именно с луком. А морковку мы будем брать для пикантности. Так, мы сейчас будем пассеровать лук. Вы знаете, наверное, самое главное, что я забыла к этому блюду, это чеснок. Потому что вот именно вкус грибной икре придает чеснок. Я его тоже заранее уже приготовила, почищенный чеснок. Но чеснок мы подадим в самом конце, когда уже за 2 минуты до готовности икры. Друзья, я не удержала, что так ароматно и пикантно, рассказывает Тамара Михайловна. Просто очень хочется включиться в этот процесс, быть суперчастной. Так, раз, как много в этом зубе. Хорошо, сколько у меня помощников нахуй. Так, и когда вот они только пускают суп, необходимо их посолить. Поперчить. И добавить лавровый лист. Следующий этап у нас это натираем на терке морковку. Морковки тоже из расчета. Вот если мы берем на наши грибы, вот там где-то у меня кило, больше килограмма, наверное. Полтора килограмма грибов, уже готовых грибов. Где-то 3 морковки и 3 луковицы. Я пока помогаю вам. Да, да, молодец, умничка, помогай. Надо сказать, в тюрьмой жизни я готовлю грибную икру. Так, морковку мы потерли на крупной терке, потому что мы все равно будем все еще на мясорубке перекручивать, чтобы ее измельчить. Грибочки у нас готовы практически. Потом мы будем еще их тушить. Мы пересыпаем в миску, чтобы немножко это все остыло. Также мы пересыпем наш лук с морковкой, чтобы тоже остывал. Потому что это все нам надо будет перекрутить на мясорубку. И сейчас все хорошо перемешаем. Если икру готовить на длительное хранение, морковку не добавлять. А вот это просто для пикантности, для красоты, именно перед подачей к столу. И надо его еще немножко протушить на сковородке. Все. И сейчас все высыпаем обратно в сковородку. Масла уже добавлять не надо, потому что лук у нас пассеровался на масле сливочном, подсолнечном. И мы немножко только добавим сливочного масла сейчас уже в саму икру. Ставим на огонь. И еще минут, ну, 7-10 минут. Вот так, чтобы оно все протушилось. Добавляем немножко сливочного масла. Чеснок добавляется вообще-то в икру где-то за 2-3 минуты до готовности. Так, все хорошо перемешиваем. Иди попробуешь. То есть дегустация уже, да, такая? Мне кажется, надо немножко досолить. Сейчас вот оно. Да, мне кажется, вообще все замечательно. Икра у нас готова. И сейчас самый, наверное, приятный такой момент приготовления нашей икры, это будем мы ее выкладывать в заранее приготовленные тарталетки. Так красиво выкладываем. Которые вы тоже сами напекли, да? Да, которые сами испекли. Вот. Кладываем. Обычное, простое тесто. Я думаю, каждая хозяйка, которая дома готовит, знает, как это все делать. И приступаем к украшению. Можно помидорчик посерединке. Грибная икра, она очень хорошо сочетается со свежим луком при подаче. Так, зелень, зеленые листики с петрушечкой. Можно с укропа, кто что любит, конечно, но мне кажется, будет оригинально с петрушечки сделать. Вот итог нашего сегодняшнего приготовления грибной икры. Я хочу сказать, что это очень вкусно, очень доступно каждому и по-ямальски. Приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok